Привет всем любители внедорожной техники! Сегодня речь у нас пойдет о банальном вопросе можно ли ехать сразу кататься после покупки техники в мотосалоне и нужно ли проверять технику после покупки в мотосалоне и также проговорим про то что я делал с мотоциклом про Гассик Гауди сразу же после его покупки друзья самый наболевший вопрос который мучает каждого можно ли ехать сразу на технике после покупки мой ответ тире рекомендации однозначно нет потому что вы покупаете квадроцикл или мотоцикл согласно вашим задачам это как вы собираетесь кататься согласно этому нужно технику сначала подготовить соответствующий мото и квадро салоны они не знают как вы будет кататься поэтому либо вы отдаете и его подготавливают либо же вы делаете это сами в отношении мотоцикла мы все-таки сегодня будем говорить и поэтому проговорим об этом поскольку в мотосалонах как правило занимается сборкой мотоциклов это либо сервисные механики либо используют наемных людей как правило наемные люди максимально быстро собирают технику для того чтобы максимально быстро получить вырученные деньги за это поэтому о качестве речи нас даже сборки не может идти посему если вы все-таки хотите на мотоцикле долго кататься спешки здесь быть не должно вы должны качественно перепроверить абсолютно на мотоцикле все наверное все-таки в этом случае я порекомендую покупать мотоцикл в коробке и дали самому его неспешно постепенно его начать собирать существуют различные специалисты которые могут собирать мотоцикла протягивать смазывать настраивать вы можете к ним обратиться но моя рекомендация звучит так если эти люди все-таки дорожат свой репутации я тогда бы обратился к этому человеку но если этот человек просто собирает технику и говорит я все настрою сделай но не дорожит свой репутации я бы лучше не стал к нему отдавать мотоцикл и предпочел бы какое-нибудь другое место далее вообще на самом деле хочу сказать следующий магазин это ваше конкурентное преимущество если вы все вещи разберете доделать и всех покажет и будете делать люди будет к вам ехать их покупать но поскольку вы ленивы ребята ребята будут доделывать все это самостоятельно то фактически конкурентной ваших преимуществ нет и люди будут покупать многоцикла где угодно а там вы могли бы заказывать в вашем городе а теперь давайте поговорим про мотоцикл прогасе гауди я купил его в universal motors и мне было предложено это провести протяжку и заменить масло от протяжки я отказался поскольку вы знаете по моему канал я умею это делать руками достаточно хорошо и тщательно подхожу к подготовке своей техники но про замена масла связи с тем что мотоцикл был новый и чтобы избежать так скажем фейкового какого-нибудь случая где произошла пополомка двигателя в данном случае самая дорогая часть в этом мотоцикле то я решил не скупиться на две тысячи рублей заменить масло и продолжит о нем кататься эксплуатировать его дальше за юниверс с моторсом было всего лишь два косяка 1 в расширительном бачке он отсутствовала охлаждающая жидкость нашу друзья начнем проверять значит что я сделаю первым во первых что я вижу из магазина ребята значит не залили антифриз до середины дальше сейчас проверю если вообще охлаждающая жидкость в радиаторе как поехали значит мы будем сейчас кидать пластик проверять все как здесь сделано то есть по проводке я могу сказать следующее то есть я сейчас кинул фару все это дело в хомуты соберу все это сделаю и также пролью специальным средством которое будет водоотталкивающим так называемым вообще это все в косу соберу нормально потому что как вы видите это все вот вот имеет вот такой вешний вид то есть магазине позаботиться тупо просто по факту так и закрепили навесили и до свидания наделывать это косяк магазина потому что вообще по хорошему вы товар должны доделывать вот ну поскольку я как бы циклист я уже привык все это дело доделать для меня это не является каким-то новшеством я поэтому будут перепроверять за магазин даже покупая берпи но за три с половиной миллиона его нужно разбирать и проверять протягивать все потому что завод имеет свойство что-то не доделывать и где-то требуется приложить руки и сделать именно так как вам нужно так что еще из таких вещей про радиатор сказал цепь как струна то есть это не годится смазка сюда используется дорожная смазка была примена она и здесь не годится то есть фактически изначально нужно понимать что если вы отдаете мотоцикл класса эндуро то вы должны нанесить смазку соответствующие не ленить это ваша заправка не менее не это должны понимать колеса перекачаны прям сразу виды надуты как шарики то есть они проверю впоследствии дальше будет буду настраивать подвеску исходя из своих так скажем своего веса подъездка ребята это не универсальные средства здесь нельзя сказать что вы настроить на столько-то щелчков потому что у каждого вес разный просто разный и степень отбой сжатия совершенно ругая здесь она есть будет также регулировать как и в передней вилке здесь только на отбой точнее на сжатие извиняюсь на сжатие есть вот ну в целом вот такой мопед гауди 300 выбирал я его по ряду причин другим но это как раз вы могли видеть в предыдущем ролике почему это выбирал ну вот ну так погнали дальше буду чё какие-то вещи смотреть буду рассказывать так внешне прямо опять мне прям прям зашел понравился прям топчик я проверил ее в радиаторе она там была и 2 была слишком перетянутая цепь больше претензий к универсал моторс у меня нет при том что я об этом главному механику сообщил на что он мне сказал что а мы никогда не доливаем на стол у меня возник конечно эпик фейл как в квадроциклах в автомобилях дорожных мотоциклах всегда наливает расширительный бачок в уровень ну там его не было друзья с чего нужно проверять проверку мотоцикла абсолютно с всего начните пожалуйста первое что это закрученные клеммы массы у меня кстати болт массы был не закручен поэтому вторым этапом это электрическая часть полностью все фишки которые вы увидите вы должны их за изолировать можно использовать жидкую резину нанести на поверхность на если у вас этого нет а я сделал и так и так затем встреч пленку либо в салфановый пакет оборачиваете каждую соединительную часть и впоследствии и обжимаете стяжечкой либо изоленты плотника чтобы минимизировать попадание туда влаги не очень бы хотелось оказаться в 70 километрах от дома и стоять и непонимание что какая-то клемма у меня откислилась возник плохой контакт и мой мотоцикл не заводился бы и либо глох поэтому обязательно это рекомендацию делаем итак ребята значит разобрал я левую сторону значит что я сделал я закрепил аккумулятор он болтался сейчас он не болтается вопросов к продавцу в этом плане вообще никаких нет то есть ну все окей по электрической части продавцу вопросов никаких нет то есть все нормально но единственно что я со своей стороны я это все дело закрепил потому что она болталась зафиксировал и дали что я сделал я нанес смазку это такие контакты такая наносится смазка жидкая резина ауэс вот кристалл можете приобрести прям наносится снаружи она укрывая слоем резины и вода туда попадать не будет и будет все это дело герметичнее вот все эти разъемчики на лес с этой части я покрутил попробовал то есть все затянуто все отлично то есть болты сленой жидкости фартинол также вот здесь вот еще стоит дотянуть видите да что происходит то есть нужно до обжать чуть-чуть буквально не перетянуть значит вот эти все части элемента закручены вопросов ним никаких нет значит по проводке под козырьком значит я за изолировал также все те же самые вещи с помощью жидкой резины закрепил переделал чуть-чуть вот есть такой момент названием при сборке ребята которые собирали не могли пропустить сквозь вот этот отверстие то есть зафиксировав так скажем трос вот вот в этих местах ну они этого не сделали то есть нужно будет закрепить ну вот просто дело в том что когда ты выкручиваешь у тебя за этот элемент крыла он чуть цепляет не критично но как-то есть так ну что погнали дальше как парни насчет картерных газов значит смотрите что я сделал отсюда стандартным шлангом поймался фокус стандартным шлангом и дальше просто его завел сюда вот в корпус воздушного значит для чего я сделали стяжки для того чтобы убрать сплющивание чтобы нормально выходе карта газа и попадали в корпус воздушного фильтра в целом вот так всякая картина это выглядит но я подберусь лишь раз по еще какой-нибудь пожестче шланг потому что слишком мягкий он имеет так скажем сплющивание вот здесь стандартный у него изгиб идет там ческому там закреплю и вот так вот протащил и прям в корпус воздушного фильтра заходит и ничего не нужно колхозить блин вот на гаудио это прям мне нравится классно жаль что вот это не делал сразу на фабрике на заводе хотя здесь просто вот такая заглушка стоит вот примерно когда так ну дальше продолжаем так значит ребята по правой стороне массу проверять что было закручено она здесь было чуть-чуть не докручена претензий нет просто это я при проверке но в идеале нужно значит основная проблема которая будет трахать мозга всем вот эти крепежи под предохранители они очень так скажем так контактная группа очень хуёвая она открыта и будет сюда прям все забивать затекать она будет окисляться и будет очень плохой контакт и будет проблема поэтому сразу говорю надо сюда набивать запить прямо так вот герметиком замазать чтобы это было прямо как вот резинки пока это новое потом это будет геморрой на нужно будет распиновывать в участке защищать или переобжимать и заново делать поэтому сразу лучше всего это сделать или же если нет герметика не умеете целлофановый пакетик замотайте все это дело безобразие все вы забудете о проблемах движемся дальше следующая рекомендация обязательно смените масло и масляный фильтр если вы не были уверены что мотосалон или специалист не осуществлял замену если он осуществил замену и поменял все то пожалуйста уже не надо туда трогать и вы в принципе делай следуете уже другому этапу подготовки вашего мотоцикла друзья теперь давайте поговорим про прогрессию и про подвеску в целом как ее и что нужно готовить естественно и нужно разобрать сальники можно не вытаскивать вытащите все втулки обязательно нанести плохо вымываемую водой смазку обильный вариант намазы вставлять туда втулочку сдвигать далее что это прогрессия маятник у меня кстати прогрессии было абсолютно сухо поэтому в маятнике чуть-чуть было добавлено вот возвращаясь теперь поводу протяжки который отказался вот юниверсом отрас у меня было намертво затянуто практически все там я с огромным усилием вот вот с таким вот огромным рычагом пытался и использовал пытался открутить использовал домкрат даже потому что длина вот этого рычага маятника мне не позволяла дотянуться одновременно фиксировать гаечный ключ и вот этот рычаг поэтому в принципе вы можете увидеть поэтому там одурена была закручена поэтому рекомендую ребята не переборщите не перетяните вот в этом моменте и очень важно нанести смазывающий элемент в каждой если вы этого не сделаете сразу то примерно где-то через триста четыреста пятьсот может быть тысячи кадров зависимость того кто и как и где ездит эти элементы всякие имеющие трущище сопряженной детали где имеется повышенный износ попадание воды и грязи приведет к выходу из строя этого подшипника в прогрессии в маятнике или же в другом месте почему если вы нанесете эту смазку вы продлите срок службы этого узла и возможно вы поменяете через два сезона зависимость того где вы будете кататься если это вода и болото то скорее всего раз в сезон будьте добры поменяйте разборку левой колонки это еще тот секис у меня в рулевой колоке отсутствовала смазка поэтому мне пришлось все это дело разобрать но как пока не разобрал и не узнал было ли она или там не было мой ответ да однозначно разбирать и наносить смазку на этот подшипник очень важно запоминайте где и какой болт вы использовали и очень важно пожалуйста соблюдайте очень важный такой момент закручиваете винты постепенно не с усилием потому что если вы сорвете резьбу вам нужно будет искать того специалиста который восстановит вам резьбу у меня кстати был один болт точнее не был не только болт но и гайка была сорвана то есть кто-то затянулся огромным усилием не по резьбе но благо делу мне соответствующий инструмент я восстановил резьбу на гайке и на болте также когда вы будете собирать в обратную последовательность пожалуйста на траверсе нанесенысти моменты затяжки то есть вы можете согласно этим данным закручивать траверс пожалуйста если у вас нет соответствующего инструмента приобретите его он должен у вас быть и старайтесь все согласно указанным данным затягивать по возможности также если нет у вас мануала можно воспользоваться мануалом avantis а там примерно они корректны за исключением одного элемента которым я далее расскажу подшипники в колесах по-хорошему вы можете не менять оставить какие там есть нанести можете смазку только за сальники не снаружи а внутри сальников то есть нет смысла наверное так скажем выбивать подшипники и вскрывать сальники носить то смазку заносит собирать если у вас есть много свободного времени пожалуйста вы можете разобрать вытащить выбить эти все подшипники нанести смазку под сальник сальником потом снова новыми сальниками потом собрать обратно последовательности поставить колесо можно но моя наверное рекомендации бущики сделать это в конце сезона когда вы уже покатать и действительно подшипники выйдут из строя и вы выбьете просто поставите новые сальники потому что скорее всего вытащить просто не повредив сальник у вас не получится поэтому наверное как бы сезон они откатают по поводу масла в амортизаторах наверное я скажу так что в принципе пока мотоцикл новый сезон вы сможете спокойно докатать и впоследствии его заменить уже перед началом следующего сезона операция такая займет у вас возможно по первый день а может быть два настойка амортизаторов но здесь честно говоря каждый подстраивает под себя исходя из своего веса и задач здесь я вам не подскажу здесь вам нужно уже будет смотреть другие настройки которые вы в принципе можете найти в просторах интернета друзья вы досмотрели до конца и дошли до самого интересующего вас вопроса по настройке клапанов мотора cbs 300 он же 174 мм3 на просторах ютюбе существует очень много разных деятелей которые берут не пойми откуда зазоры и ставить там 010 015 говорят все отличие работа а не грохочешь на них кто-то подберется с другой техники кто-то из других мануалов и то и то оказывается некорректно даже в мануале авантис указаны зазоры 008 впуск и 010 выпуск это очень большие зазоры для этого мотора я нашел мануал завода-изготовителя двигателя в себе с 300 там указывается впуск 002 впуск и 004 выпуск я настроил 004 впуск и 005 выпуск на этом зазоре клапана не грохочешь как на 08 0010 это нормальные можете настроить попробовать проверить все это настраиваем на холодную не на ледяной мотор зимний и не как говорится горячих как некоторые настраивают там тепленький нет именно на холодный настраиваем есть определенный нюанс еще по поводу настройки по коромыслом дело в том что когда коромысл находится таком положении и мы каким-то образом случайно например можем на твердкой там что-то еще приподнять и получится так что коромыслы имеет некий люфт очень важно если у вас возник вот такой люфт и коромысл отошло и вы можете засунуть щуп практически больше чем у вас настроены то обязательно удавите это коромыслы и потом суйте щуп когда вы настроили зазор как вы считаете настроили нужный обязательно возьмите следующий щуп и попробуйте вставить если у вас щуп больше размера пролазит то значит вы настроили некорректный продолжайте настраивать его именно чтобы вылазил тот самый зазор там в пуске 004 и на выпуске 005 многие из вас заметили что сидушка на прогасе гауди но вот такая тонюсенькая вообще прям пипец пипец я ее прям пальцами вы можете заметить на видео сжимаю и она настолько тонко у меня жопа реально просто от уставала от такой тонкости честно говоря и наверное все таки туристы большая часть ездит стоя но я человек который все таки больше люблю проходить время в сидячем положении посему было принято решение использовать набивку и набить подседуху в период тянуть и сделать его более комфортно для сидячей езды поскольку мы большей части ездим на дальнее расстояние вот как вот на этом видим бывает иногда встречаются всякие разные такие посиделки погулялки и за столе когда мы едем там за 100 километров вот вместо нашей встречи и честно говоря жопа устает от от поседухи и я использовал достаточно такой материал пенка называется я не помню честно говоря как это если напишет спросите меня в комментариях под видео я вам найду его и укажу то есть перенабил и прям стало гораздо комфортнее моей попе ездить наверное я бы порекомендовал многим кто испытывает такой же дискомфорт при езде заменить набивку на сиденье возможно вы это более я делал это самостоятельно набивал там с косяками но если у вас есть время и там вы такой прям сильный перфекционист вы можете взять и в принципе отдать тем кто сделает это более профессионально друзья ну что в заключение хочу сказать о том что обязательно стоит готовить технику к вашим покатушкам согласно вашим задачам спорт или просто туризм но обязательно уделите этому внимание обязательно нужно все смазать перепромазать разобрать защитить от воды там еще что-то сделать поставить выносы шнуркеля доп света еще что-то если вы не можете это делать самостоятельно отдайте специалисту который это сделает за вас заплатить там энную сумму денег сколько он попросит поскольку если назовем так у вас нет инструмента ручки не из того места растут то пожалуйста да есть люди которые это действительно сделать и хорошо вместо вас ну что вот наверное все что я хотел проговорить если что-то я не проговорил в этом видео пожалуйста напишите в комментариях мы это разберем также продолжу снимать видео про мотоцикл с то с чем я сталкивался возможный ремонт а надеюсь я с ними не столкнусь никогда большая часть это будет покатушки ну и желаю вам в первую очередь это здоровье берегите себя и катайтесь чаще катайтесь чаще и побольше желательно получаете удовольствие эмоции и все таки чтобы это было вашем прекрасном хобби который подарит много положительных и увлекательных моментов вашей жизни которые вы запомните поделитесь с остальными друзья всем пока